Ну, на мой взгляд, абсолютно равная игра. И мне хоть и нулевая ничья, но мне кажется, зрителям такая игра понравилась. Первый тайм, в большей степени, у Гомеля было преимущество, и они больше атаковали и монеты, которые они создавали. Второй тайм, я считаю, что мы более активно сыграли, хотя у Гомеля было 100% монет. Мне кажется, что ни одна, ни вторая команда на победу не наиграла. Тем более, что очень много молодых футболистов в одной и другой команде, поэтому здесь в этом плане не хватило опыта. Хотя косяк команды состоит все равно из крепких футболистов. Мне кажется, что это совершенно справедливая ничья. Было бы обидно пропускать гол, хотя были моменты и там-то. Я соглашусь с коллегой, футбол, не могу сказать, такие игры должны заканчиваться, если я не счету, то 4-4 или 5-5. Он веселенький был футбол. Да, и вот я своих воропов, пацанам, там комбинация, в конце, когда Севастяна, было разыгранно просто. Для этих, если бы забили, да, но судьба такова, что сегодня решили Боги сыграть, громили и днем вам ничьи. А вот комбинация, я просто похвалил из-за такой комбинации, своих ворот провели, осталось только поставить точку. Ну, это Бог решил, что сегодня будет ничьи. Владимир Алексеевич, что любите с Саковичем? Серьезно я? Ну, вы знаете, я сейчас вам в раздевалке, если не говорю, что случилось, я не помню. Выпадало сотрясение, он сейчас в раздевалке врачи им будут заниматься. Хачин заметил, что в первом тайме ваша команда играла достаточно высоко, просидовала соперника, а вот во втором подсель. Неужели передумали выиграть? Нет, кстати, хорошо, что как бы заметили. Дело в том, что мы на самом деле перестроили немного игру, но вот поэтому я считаю, что мы высоко играли и опорными высоко играли. Поэтому появлялась в первом тайме вот эти вот дыры между защитниками и опорными. И Гомель хорошо это использовал. Гену Близнюк очень хорошо открывался постоянно, в этих зонах угрожал нам. Поэтому мы перестрою сейчас глубже стали играть для того, чтобы плотнее друг друга играли. От этого наша игра стала более весильной в итоге, так сказать.